Людмила Черникова Благословение Ирина зашла в ванную и в изнеможении опустилась на колени. Измученная и опустошенная, она прошептала. — Господи, ты видишь, я даже не в состоянии молиться. Помоги мне. Она постояла на коленях. Сердце наполнялось покоем. За дверью раздался раздраженный голос мужа. — Я ухожу и не знаю, когда вернусь. Ирина вышла. Сергей круто повернулся и вышел из квартиры. Он был уже на середине лестницы, когда Ирина проговорила. — Благослови тебя, Господь! — Да пошла ты со своим Богом! Обернувшись, гневно проговорил муж. Ирина повторила свое благословение еще раз. Хлопнула дверь подъезда. Ирина осмотрела квартиру, напоминавшую Мамаева побоище. Посреди комнаты лежали разбитые книжные полки, валялись книги. На них косо навалились два платяных шкафа, содержимое которых дополняло книжную гору. Разбитые торшер, телефон валялись на диване, рядом с опрокинутым самоваром. Не менее печальное зрелище ждало и на кухне, пол которой был залит молоком и супом из опрокинутого холодильника. Выброшенная с балкона кастрюля с готовым, но еще не разлитым холодцом, Одиноко лежала в палисаднике под балконом. Вот такими фанфарами супруг отметил их серебряную свадьбу, Которая приходилась на третий день после Рождества. На шум прибежали соседи, и, услышав его пьяные угрозы подорвать дом, Разорив газовую плиту, вызвали милицию. Вот тут-то он и поспешил уйти из дому. Пьяного Сергея особенно раздражала верующая жена, И он всегда старался как можно больнее оскорбить ее, понося верующих. Тех самых, которые неустанно молились за него. Приехала милиция. Рослый милиционер поставил шкафы на место, Пришлось объяснять, куда ушел пьяный супруг и когда вернется. Сказал, не скоро вернется. Вяло ответила Ирина, думая, взял ли муж лекарство. Несколько лет назад Сергей перенес инфаркт. В больнице муж взывал к Господу и просил выздоровления. И Бог ответил на молитвы. После стационара Ирина добилась месячной реабилитации для мужа в местном санатории, Ежедневно посещала его, Хотя сама уже давно без валидола не обходилась. Но все это не помешало супругу время от времени впадать в запой, Который всегда заканчивался агрессией. Сегодня был десятибальный шторм. Как все хронические алкоголики, приходя в себя, Муж мучился от содеянного, Просил прощения, Обещал, что подобное никогда не повторится, К лечению не стремился, Заявляя, что справится сам. В светлые промежутки Сергей иногда читал Библию, Но больше слушал. На праздники супруг несколько раз посетил молитвенный дом. Покаяние в больнице скоро забылось, как мимолетный акт. Но при каждом сердечном приступе непременно молился по правилу Ирина твердо знала, что не лекарствами и загородной реабилитацией жив муж. Его трое двоюродных братьев, все моложе его, Умерли именно от инфаркта. А жизнь мужа продолжалась по милости Божьей, Так как за него много молились, И Божья благодать изливалась изо дня в день. Конечно, супруг в глубине души понимал это, Но из-за плотского упрямства и человеческого своеволия Не покорялся истине. Упорно впадал в философские рассуждения о вечном разуме В то время, когда его жизнь охранялась только пронзенными руками Христа. Вот и сейчас Сергей покидал разоренную квартиру С твердым намерением долго не возвращаться, А уже через два часа был дома. У Бога много средств приводить в чувства непокорных. Так случилось и на этот раз. По Божьему промыслу декабрьский гололед Сделал свое дело. Супруг поскользнулся, упал и сломал ногу. По человеческому рассуждению, Что заслужил, то и получил. Но у Бога другие намерения. Он раны причиняет и сам же их врачует. Ирина убирала квартиру и размышляла о том, Что Бог, допуская испытания, Дает силы их перенести. Бог всякой благодати Сам по кратковременном страдании вашим Досовершит вас, да утвердит, Да укрепит, да соделает непоколебимыми. Она уже не удивлялась покою в сердце, Потому что знала, откуда он пришел. В это время за дверью послышался разговор. Ирина открыла и увидела бледное, Искаженное болью лицо мужа, Который с помощью молодого человека С трудом преодолевал ступеньки. Как быстро Бог тебя возвратил, Промелькнула в мыслях у Ирины. Пьяная спесь супруга исчезла, Он беспомощно стонал на диване. Врач скорой помощи Сделал обезболивание И предложил отвезти В травматологический пункт. Но был поздний вечер, Перелом оказался несложным, И поездку отложили до утра. Успокоившись, В теплой чистой постели, После горячего чая, Муж посмотрел на Ирину Виноватыми глазами И тихо проговорил. Я все понял. Только сейчас понял, Подумала Ирина. А ведь все могло быть намного хуже, Мог и замерзнуть на улице. Понял ли ты И оценил Очередную Божью милость? Понял ли ты, Что имя Господне Поругаемо не бывает, И что грех всегда наказуем, Нередко незамедлительно, Что и произошло сейчас? Понял ли ты, Что не медлит Господь Исполнением обетования, Но долго терпит нас, Не желая, чтобы кто погиб, Но чтобы все пришли к покаянию, Как написано в Библии. Долго терпит, Может быть, Из-за доброго сердца мужа? Ведь он в многоэтажке, Как безвозмездная техническая помощь. Идут к нему С разными просьбами, Никому не отказывает. А когда в отопительный колодец Упали дворовые щенки, Только муж да сосед-подросток В течение двух дней Освобождал бедолаг Из плена. Тогда муж В свои пятьдесят лет Провел в колодце Несколько часов. Ирина опустилась на колени Возле заснувшего супруга. Страдания дня Перехватили спазмами горла. Но она очень была благодарна Господу, Что этот мучительно тяжелый день Закончился так. Уставшее сердце Проговорило в ночной тиши. Спасибо тебе, Иисус Христос, Что воистину Твое благословение Обогащило.